Гибрид троллейбуса для горожан в новинку, не только внешним видом, но и маршрутом. Десятка начинает путь с остановки Трудовая и едет по кругу, захватывая район улицы Некрасова, Преображенский собор, центр города и ЖД вокзал. Кондуктор на остановках выглядывает из электробуса, поясняя любопытствующим о новом маршруте. Спрашиваем, говорим, какие остановки, как едем. Еще один электробус выйдет на встречный маршрут с проездом через рынок Северный. Расписание схемы проезда уже выложено в соцсетях, на остановках и на официальном сайте. Троллейбус на аккумуляторах рассчитан на 30 километров автономного хода. Это и позволило расширить схему движения троллейбусов, чтобы охватить новые городские застройки. Вот первый раз только, вот сейчас, вот только первый раз, знакомимся с этим маршрутом. Это удобно. Если он будет придерживаться расписания, очень даже будет удобно, потому что здесь автобусы плохо стали ходить. Автобусов здесь не было, а теперь вот мы прокатимся, посмотрим эту красоту Некрасова, ну и заодно узнаем, где нам можно будет выходить. Конечно, удобно. Больше транспорта, возможности больше уехать с удаленной остановки. Не обходится в электробусах без волнующих вопросов, а есть ли льготы. Как и в троллейбусе, они сохранены для пенсионеров и других льготных категорий граждан. Кроме того, здесь можно рассчитаться безналом, а еще подзарядить гаджеты. Водители посчитали. Запас электропитания снижается через два круга. В этом случае троллейбус подключают к линиям электропитания. Данные машины, которые у нас сегодня пришли и работают в хозяйстве, они, конечно же, дают нам возможность рассуждать в этом плане более широко, потому что еще очень много районов в городе, которые, в принципе, можно было вот этим видом транспорта охватить. И у нас уже несколько наработок есть. В том числе движение в Черногорско-Патине. Закупленные два электробуса – это экономный вариант. Есть гибриды троллейбусов и мощнее. Для реализации более масштабных планов требуется помощь, в том числе и республиканских властей. Будет техника – будут маршруты.